Всем привет на канале L-Dachman Мы сегодня с вами продолжаем тему мигрантов, нелегальных мигрантов И тему вот этой вот хромоногой миграционной политики в Германии Благодаря которой у нас происходят ежедневно тяжелые криминальные деликты Убийства, изнасилования, драки, поножовщины и так далее В Ганновере, например, на этой неделе в понедельник Три мигранта поспорили с женщинами на улице Женщины указали им на то, что так, как они себя ведут Нормальные люди себя не ведут Разговаривают культурно, не бросаются мусором мимо мусорной корзины и так далее Слово за слово, один из этих граждан-мигрантов Толкнул одну из женщин в возрасте 56 лет на трамвайные пути Люди вовремя среагировали, как раз ехал трамвай в их сторону Люди начали кричать, побежали навстречу трамваю Трамвай, конечно же, это не каток, который остановился там, где он начал стартовать Трамвай остановился, не доехав до женщины Женщину удалось спасти Но эти три мигранта каким-то образом, по сообщениям полиции, ухитрились убежать То есть, когда их попытались задержать простые граждане Эти мигранты почему-то ухитрились убежать И полиция просит населения о помощи Если кто что видел, пожалуйста, сообщите по такому-то телефону Ну это действительно возмутительно Когда вот такие вот отморозки пытаются строить из себя королей улиц И указывать тем людям, которые здесь родились, выросли У которых здесь родители корни Указывать им, что они должны закрыть свой рот и идти своей дорогой Потому что мигранты сегодня здесь короли Ну это так, это как бы вступление Теперь идем дальше Опять же, понедельник, 15 июля Достаточно такая вот у нас получается с вами неделя Когда почти каждый день происходит какое-то сумасшедшее преступление В Саксонии, в городке Плауэн В общежитии для вот этих вот мигрантов и беженцев Началась вербальная перепалка между двумя пакистанцами В возрасте 36 и 46 лет Постепенно переросшее в рукоприкладство В конечном итоге в ход пошли кухонные ножи Естественно, служба вот этого вот общежития Сразу позвонила в полицию Приехала полиция, приехала скорая помощь Когда они приехали То оказалось, что одного из вот этих вот спорщиков спасать уже бесполезно Потому что 46-летний пакистанец зарезал своего земляка кухонным ножом О чем они спорили? Что они не поделили? Честно сказать Тот, который остался в живых Не может объяснить полиции до сих пор Но ему тоже была оказана медицинская помощь Потому что этот 36-летний тоже имел в руках нож Но, к сожалению, а может быть и к счастью Не умел пользоваться ножом так, как его Собутыльник, соратник, земляк Естественно, как сообщили с пресс-службы полиции Сотрудницам вот этого общежития Которые охраняют и работают в нем Среди этих мигрантов Этим сотрудницам была оказана психосоциальная помощь Так они сообщили То есть обычная помощь психолога Что, мол, вы же должны были знать Куда вы устраиваетесь, что тут может все что угодно произойти Ну, а смерть это одна из частей жизни Ну, как они любят говорить Смерть это одна из частей жизни То есть переход в другую эпостази В другую, скажем так, сферу В общем, чушь какую-то несут Для того, чтобы просто успокоить человеку нервы Ну, с одной стороны, да, неплохо С другой стороны Почему там работают женщины, во-первых? Они здоровые жлобы, которые могут пресечь Вот этих вот мигрантов Вот этих вот спорщиков Сразу на месте Хотя, о чем я говорю О чем я говорю В том общежитии в городке Плауэн Зарегистрировано В этом общежитии Зарегистрировано 240 человек Беженцев Но по факту там проживают Всего-навсего 50 Вот вам Хромоногая миграционная политика Германии И это только один из сотен случаев Разбросанных по всей Германии В общаге записано Зарегистрировано 240 человек Проживает только 50 То есть остальные 190 мигрантов Они находятся на свободной ноге Где-то по Германии Где-то в Саксонии В Тюрингии Где-нибудь еще Может быть даже в Баварии Не знаю Они просто Они отмечены там Они получают свою Тубицаль-карту Или получают какое-то пособие А живут где-то в другом месте Может быть даже уехали в Чехию Или в Польшу Там зарегистрировались И получают деньги там Вот почему министр юстиции Германии Марко Мушман Требует Чтобы прекратили выплаты Всем вот этим вот мигрантам Уже зарегистрированным В других странах ЕС Вот почему он требует Потому что То, что становится доступным Для средств массовой информации Это лишь Скажем так Часть того айсберга Который плавает под водой Мы не можем знать Абсолютно всего Происходящего На самом деле Но политики Они прекрасно Об этом осведомлены У них более обширные знания У них более Точные, скажем так Источники информации И поэтому Министр юстиции страны Марко Мушман Потребовал Прекратить выплаты Вот этим вот Беженцам-мигрантам Которые уже зарегистрированы В других странах Это первый пункт Второй пункт О том, что вот эти вот Мигранты Издеваются Не только друг над другом Но и издеваются Над сотрудниками Вот этих вот общежитий То есть они ведут себя Действительно как отморозки У нас Я вам уже рассказывал Вот в прошлом году Когда несколько тунисцев Избили одного Своего Тоже тунисца Наверное У беженца Только за то Что у него был Нательный крестик И потом еще Избили охрану Приехала полиция Использовали Электрошок Угрожали им оружием Двоих Закрыли В камеру Предварительного заключения На нескольких Завели просто Административные дела Охранников Отвезли в больницу Того, конечно же Которого они Сильно избили Он лежал в реанимации Сейчас Сейчас Над вот этими вот Тунисцами Идет судебный процесс Наконец-то Собрали все документы По ним По всем преступлениям Которые они совершили До той драки До того издевательства Над своим Таким же беженцем Который Жил в этом же лагере В котором жили и они И сейчас Над ними Запланировано Шесть дней Судебного процесса В результате которых Будет окончательно Вынесен Приговор Что с этими Тунисцами Должно происходить Вы знаете Что должно происходить Выдворить их отсюда Депортировать Это Как мне многие Комментаторы говорят А что толку Вот Афганистан Эти талибан Пронюхают Такую мутку Они будут Охотно за миллион Баксов Принимать обратно Себе Вот этих вот Ушлепков Давать им новые документы И посылать их Опять в Германию Такое тоже возможно Такое тоже возможно И этого Можно избежать Только в том случае Если действительно У каждого Мигранта Пытающегося Получить здесь Статус беженца Будут снимать Отпечатки пальцев Хорошо Есть такое В Египте Между прочим Снимают отпечатки Уха Потому что Уха это действительно Неподдельный орган Неподдельный орган Но Маленькое Такое Юмористическое Отступление Многие из вас знают Своей точки зрения Если кто-то пытается Угрожать Ну господи Ну Ступник лучше Головой об стену Может больше пользы Будет Потому что Мне угрожать Это как На капстенку горохом Это пример Это так Мягенько Так вот Эта партия АФД Как-то Кто-то из них Произнес Лозунг Фристушвайн Дафстурай То есть Если ты ешь Свинину То тогда тебе Можно заехать Сюда в страну В Германию И вот у меня Появилась такая Идея Как можно Редуцировать Вот эту Неконтролируемую Волну Нелегальных Мигрантов В Германии На всех тех Пограничных Переходах Переездах Где Вот эти вот Пункты Через которые Идут толпой Или машины С этими мигрантами Или просто Они пытаются Перейти границу Сюда в Германию Установить Точки С грилем Мангалы Поставить Пивные ларьки Поставить И Жарить Свиные Шницели Свиные Отбивные Хорошие Такие Жирные И Пиво Кому светлое Кому темное Не важно И Каждого Вот так От Мигранта Как они называются Азюльбивербер То есть Пытающийся Получить Статус Беженца Всех Вот которые Они там Идут Показывают Вот пожалуйста Мы вас встречаем Все да Вот Покушайте сначала И смотреть Будут ли они Есть свинину И пить пиво Если Ест свинину И пьет пиво Заходи в Германию Нет Развернулся Пошел вон Вы скажете Что это очень много денег Ничего подобного Ребята Ничего подобного Это намного меньше Чем если К примеру За 100 Радикальных Афганцев Заплатить Талибану 100 миллионов Евро Чтобы Талибан Принял их обратно Это намного Меньше денег Кто нибудь Там в правительство Передайте Мою идею Может быть она смешная Может быть она абсурдная Но елки палки Она Тоже Имеет Право на существование Такая идея А почему бы нет Почему бы нет Ведь люди которые Проехали Часть России Белоруссию Там Литву Латвию Эстонию Через Польшу Все таки Наконец то попали Они же голодные И вот они попали в Германию Но они голодные Их же надо накормить Напоить Вот зачем давать Простую воду Зачем давать им Простую воду Пусть они докажут Свою толерантность И лояльность К немецким законам Традициям Порядкам Вот пусть они Прямо там на границе За этими столиками Около этих Гриль Штационов Около этих Пивных киосков Пусть они докажут Свою лояльность К немецким законам Поедая Свиные Отбивные и запивай их темным пивом. И вот тогда мы с ними будем разговаривать. Если они действительно все это съедят, пожалуйста, можешь заходить, будем с тобой разговаривать дальше. Нет, типа твоя вера не позволяет. А что ж ты прешься, если твоя вера не позволяет в христианскую страну? Здесь съедят свинину, здесь пьют пиво, здесь, ах, елки-палки, здесь иногда немцы даже пьют доппелькорн. Ну, это водка такая немецкая, пшеничная. И, кстати, да, с этими пивными ларьками можно, после того, когда они съедят отбивную, выпьют пивка, на пасашок еще рюмашку доппелькорна. Гулять так гулять. Тогда и можно будет с этими людьми разговаривать о том, давать ли им статус беженца или выдворять их обратно. Конечно, эта идея немножко абсурдная, смешная, ну, надо же как-то на канале в первую очередь развеять вот такую вот хмурную обстановку, потому что что ни видеовыпуск, то где-то какой-то мигрант кого-то избил, кого-то зарезал, на кого-то напал, где-то кто-то пострадал от этих отморозков, от этих ушлепков. Вы знаете, надо как-то вот это развеивать. И я все-таки своим, есть такая вот в Баварии партия ЦСУ, ХСС. Я этим нашим ребятам все-таки предложу такой факт на следующем заседании Гурсовета, когда я туда пойду, я им это предложу. Конечно, это весело, это смешно, но чем черт не шутит, елки-палки? Ну, ладненько, вот на такой вот веселой ноте заканчиваем мы сегодняшний видеовыпуск. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, соответственно, ставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий. Да, и в описании к видео, и в конце видео есть у нас вот эти вот ссылочки или QR-коды для тех людей, кто желает поддержать наш канал финансово, для того, чтобы он развивался и становился более доступным для широкой аудитории. Пока же, вы сами видите, у нас не так много подписчиков, но, тем не менее, спасибо и этим подписчикам, что они нас смотрят, слушают и комментируют. Всем удачи, пока! Да, и не забудьте, на выходных шашлычок, это самое то, ну, а кому с пивом, кому с коньяком, с водкой, это уж кому по предпочтениям. Ладненько, всем удачи, пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!